Мы с Биллом вернулись из гостей домой около полдевятого вечера. Я проснулась ночью ровно в 3 часа 23 минуты. Я спустилась вниз в гостиную и обнаружила моего мужа в таком состоянии, что каждый, кто знает его, понял бы, что он полностью потерян. Он был в шоке, держался руками за голову и кричал, молись за меня, молись за меня, Бог отправил меня в ад. Это не было похоже на моего мужа, так как он очень спокойный и сдержанный человек, и каждый, кто знает его, может подтвердить, что он именно такой. С другой стороны, я испытала облегчение, что ему не нужен врач, и стала молиться. И, к счастью, Бог убрал ужас из его ума после молитвы, но оставил ему воспоминания, чтобы Билл смог рассказать людям то, что с ним было и что он видел. И первое, что он попросил, был стакан воды. Я принесла ему, и он рассказал мне тем же вечером, что с ним произошло. И сейчас я передаю ему слово. Мы были в гостях у друзей, как мы делаем каждый воскресный вечер, и мы вернулись из гостей, как обычно. В три часа ночи, я знал, что было именно три часа по какой-то причине. Я не могу объяснить, откуда и почему, но я знал. Мой дух покинул мое физическое тело и был помещен Богом в тюремную камеру ада. И до возвращения оттуда не было никакого объяснения, зачем и почему это произошло. Я обнаружил, что я в тюремной камере, в точности, как можно представить себе тюремную камеру, с грубыми каменными стенами и решетками на дверях. И был свет около минуты, поэтому я мог увидеть и описать вам то, что я видел. Затем туда вернулась обычная для ада тьма. Первое, что я почувствовал, в камере был жар, невыносимый жар. Я удивился, как и почему я выжил в этом жаре. Он был многократно выше того, с которым мое тело может жить. Но я был жив. Это был ужасный, непереносимый жар. Я не знаю, какая была температура, но намного выше возможности тела. Я должен был умереть. Я заметил, что я лежал на полу, и у меня абсолютно не было сил в теле. Я едва мог двигаться. Я посмотрел вверх и увидел двух существ в клетке. Сначала я не понял, что это за существа, потому что я оказался в аду, как неверующий человек. Бог убрал из моего разума воспоминания, что я христианин. Он убрал это из моего ума. Об этом говорится во многих книгах Библии, но я дам три цитаты. Четвертая книга Царств, 4.27. Даниил, 4.31. От Луки, 18.34, говорят о том, что Бог может что-то скрыть от разума человека. Я бы хотел остановиться на каждом из этих стихов, но, к сожалению, у нас немного времени. Причина, по которой Бог стер воспоминания из моего разума, в следующем. Если бы я знал, что я христианин, то у меня была бы надежда. И я бы возопил, «Господи, забери меня отсюда!» Но Он хотел, чтобы я испытал то, что чувствуют там они. Они никогда не выйдут оттуда. Они не имеют надежды на спасение. И никогда не выйдут оттуда. Вот что Бог хотел, чтобы я испытал. Я не знал, что это за существа. Я не был христианином там, чтобы понять это. Но теперь я знаю, что это были демоны. Но тогда я не понимал, кто это. Я просто видел гигантских существ. Они были очень огромные. Это может прозвучать как красивое преувеличение, но тот был 4 метра в высоту. Дополню это местами из Библии. В книге Бытие 6.4 говорится, что ангелы спустились на землю и имели отношение с женщинами, которые родили им гигантов. В книге Второзакония 3.11 у царя Ога, который был Рефаимом, была гигантская кровать из железа, которая имела более 4 метров в длину. Так что гиганты на земле появились после того, как падшие ангелы имели отношение с женщинами. Падшие ангелы находятся в аду. Называйте их демонами или падшими ангелами. Так вот, это существо было около 4 метров высотой. По рисунку на стене вы можете увидеть, каким огромным он был. Он был очень большим. Выглядели они просто ужаснейшим образом. Чуть позже мы увидим небольшое видео, которое мы смонтировали с Мэри Катрин Бакстер. Они все разных размеров и форм. Но этот конкретный был огромным. И еще он ужасающий. Не столько большой, сколько он ужасный. И он ненавидит тебя. Он очень сильный и носился по клетке, как бык. Он мог разорвать меня на куски. Представьте себе самого лютого дикого зверя, которого только можете. Этот же был намного хуже. В общем, его размеры сущность были ужасными. Абсолютно ужасными. Его голова была примерно такого размера. Такая огромная голова с огромными зубами. Его когти были около фута в длину. И он был непропорциональным. Несимметричный. Одно ухо большое, другое маленькое. Одна рука короткая, другая длинная. Просто несимметричное, причудливо слепленное, гротескное существо. Оно носилось по моей клетке и переговаривалось с другим демоном. Другой демон не был похож на первого. У него были острые, как лезвия штуковины, по всему телу. И он был тоньше. Первый был очень плотный и мощный, и широкий, как на изображении на стене. Вот именно так они выглядели. Зловоние от них было ужасным. Самый мерзкий, тошнотный запах, который вы только можете представить. Помимо этого, в аду есть запах кипящей серы. Кипящая сера не дает дышать. Если вы были на Гавайях, Я не был, но известно, что если находишься рядом с вулканом, то нельзя переходить определенную черту. Иначе порыв вулкана, сера, просто убьет вас, так как она токсична. Вот так приходится дышать в аду. Там токсичный воздух, так что вы должны умереть от одного дыхания, но вы там остаетесь живым. Там невозможно дышать. Кажется, что задохнешься токсичным воздухом, но ты не умираешь. И вообще не хватает воздуха. Нельзя сделать глубокий вдох, как здесь. Там практически отсутствует воздух. Так что каждый мой вдох был... Именно так. Еле-еле можно было вдохнуть. Казалось, что умираешь каждый миг от нехватки кислорода, но ты не умираешь. Это еще одна мука, которую приходится терпеть в аду. А также приходится терпеть жар и страх. В 72-м псалме говорится, «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Приходилось лежать на полу беспомощно, абсолютно без сил. Но даже если бы у меня были силы, я бы все равно никуда не делся от этого демона. Но все равно хочется убежать. Но нет никаких сил. Я хочу процитировать несколько стихов из Библии, так как это важно. Исайя 24-22. «И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». В книге Притч 7-27 говорится о внутренних жилищах смерти. «Жилища смерти» — это тюремные камеры. Иона 2-7. «Земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Большинство комментаторов Библии считают, что Иона был в аду и испытывал его муки. Иона 2-3. «Из чрева преисподней я возопил». Иов 17-16. «В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». Про слабость в аду говорится в 14-й главе Исаии. «Ад преисподний пришел в движение ради Тебя, чтобы встретить Тебя при входе Твоем, и Ты сделался бессильным, как мы, и Ты стал подобен нам». В 16-й главе книги Судей Господь отступил от Самсона, и он стал слабым. В 87-м псалме говорится, «Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы». Я могу цитировать Библию очень долго. Я люблю это делать. Но тогда я не успею рассказать Вам свое свидетельство. Все цитаты написаны в моей книге. Эти демоны богохульствовали, они проклинали Бога. Я понимал, что они говорили. Я не знаю, какой язык это был, но я понимал их. Они дико ненавидели Бога и направили этот свой гнев на меня. Они имели такой же дикий гнев ко мне. Я подумал, что я им такого сделал. И один, большой, схватил меня в охапку и кинул в стену, как будто я не весил ни грамма. Я почувствовал, как сломались мои кости. У человека есть тело в аду. От Матфея 10.28. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Я почувствовал, как сломались мои кости. Я почувствовал боль. Но эта боль была как-то приглушена. Я знал, что она заблокирована, чтобы я не чувствовал всю ее. Бог убрал большую часть боли. Он дал мне почувствовать лишь небольшую ее часть, чтобы я передал людям, что в аду чувствуешь боль. Она не аллегорическая, не метафорическая, а реальная боль. Я почувствовал, как сломались мои кости и упал на пол. И другой демон с острыми, как лезвие, штуками по всему телу поднял меня как куклу, и его когти вскрыли мою грудную клетку, разрезали и полностью открыли. Я посмотрел на это, и снова была боль. Я заметил, что отсутствовала кровь. Также я заметил, что в аду полностью отсутствует вода. Я увидел, что мое тело было полностью уничтожено, и удивился, что со мной не так, почему я еще жив. Но вы не можете умереть в аду. Каждый раз выживаете. Я знал, что один только запах должен был убить меня. Я не мог поверить, насколько ужасен был запах. Я выпал с из клетки, мне дали уйти. И в этот момент стало очень темно. Я считаю, что в этот момент ушло присутствие Бога, и восстановилась обычная для ада тьма. Без Бога там была бы полная тьма, и я бы ничего не видел и не смог бы описать вам. Я выпал с камеры, была темнота, как в могиле. Темнота, которая темнее всего, что можно себе представить. Я был в угольных шахтах в Аризоне, там было темно, но в аду была другая темнота. Она была зловещая, жуткая. В книге «Исход 10.21» сказано о тьме, которую ощущаешь, об осязаемой тьме. Она очень сильно пугает. И один только страх может убить вас, но вы не умираете. Я посмотрел направо и увидел вдалеке языки пламени. Они были в 16 километрах от меня. Я знал, что они были в 16 километрах. Не знаю, как и почему я это знал, но некоторые вещи просто знаешь в аду. Ваши чувства более острые, ваше понимание более ясное, чем здесь. Эрвин Лютцер, который написал книгу «Через минуту после смерти», говорит, что в аду возрастает чувствительность и понимание вещей. Я не знаю, каким образом он это узнал, но это правда. Это пламя было в 16 километрах от меня, и было едва заметным. Не так, как оно было бы видно здесь. Озеро Огня было полтора километра в диаметре, и на земле его было бы видно очень хорошо, но в аду свет не распространяется. Так что я едва видел округу, и везде была пустынная земля без деревьев, ни клочка зелени, лишь скалы. В 59 главе Исаии говорится о пустынном месте, где ходят мертвые. Затем один из демонов схватил меня и закинул обратно в камеру, и начал ломать мне голову, просто раздавил ее. Как я жил с раздавленной головой, я не знаю, восстанавливалась ли она снова или нет, но я чувствовал, как мою голову раздавили. И снова я знал, что боль была приглушена, заблокирована. Она должна была быть на порядок сильнее, чем я ощущал. Но Бог разрешил мне почувствовать лишь часть ее, чтобы объяснить людям, что в аду есть боль. Еще два демона вошли в камеру. Я не видел их из-за темноты, но я просто знал, что там еще два. И каждый из них взял меня за руки и за ноги, и они собрались отрывать мои руки и ноги. И я подумал, я этого не вынесу, я этого не вынесу. И сразу же что-то схватило меня и выкинуло из камеры, и расположило около ямы огня, которую я видел. Я был очень рад своему спасению из этой темницы. На секунду я почувствовал немного покоя. Это был Бог, тот, кто вытащил меня из камеры. Когда я оказался около ямы с огнем, я смог увидеть людей. В яме были горящие люди. Они кричали. Я мог видеть контуры людей. Они были похожи на скелетов. Я не видел, была ли плоть на людях. Они все имели тела взрослых людей, но были как скелеты. Я не видел маленьких силуэтов, так что думаю, что там не было детей. И крики тоже были криками взрослых. Эти крики были очень громкими, потому что там кричат миллионы людей. Крик ужаса одного человека может быть нестерпимым, а там их было миллионы кричащих в ужасе. Это ужасно и так оглушающе, что я хотел, чтобы это прекратилось, но там нельзя уйти от этих криков и звуков. Я осмотрелся и увидел людей, пытающихся перелезть через ограду вокруг этой ямы. И они не могли вылезти. Демоны, стоявшие по кругу, сталкивали их обратно. Но у них и так не было сил выбраться оттуда. Они просто делали безнадежные попытки выбраться. Я не хотел оказаться в огне. Жар был и так невыносим, но я не хотел в огонь. Это была бы наистрашнейшая мука. Много в Библии говорится про огонь в аду. И некоторые говорят, что это метафорический огонь, но это не так. Это настоящие языки пламени и реальный огонь, именно такой, каким вы его себе представляете. Я думаю, он даже горячее, чем на земле. Там все становится более ощущаемым. 139-й Псалом. «Допадут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти». От Матфея 13, 49-50. «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную». 10-й Псалом. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу». Воду реальный огонь. Об этом также говорится в 16-й главе от Луки. «Пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени семь». Метафорическое пламя. Вода бы не охладила. Он хотел воды, чтобы остудить огонь. В Откровении 9.2 говорится об открытии кладезя бездны, после чего вышел дым из кладезя, как из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма. Это дым от реального огня бездны, ада. Великие люди прошлого говорили, «В аду реальный огонь, как реально ваше тело, огонь в точности такой, как на земле». Это из книги девяти исследователей «Ад в огне». Огонь сжег этих людей. Они кричали. Вспомните башни близнецы. Люди, которые столкнулись с жаром, предпочитали выпрыгнуть с высоты, вместо того, чтобы сгореть. Температура там была около 1100 градусов Цельсия. И вместо 15 секунд жара, они предпочли выпрыгнуть из этих башен. Нужно иметь очень сильный страх, чтобы прыгнуть с такого высокого здания. Ученые говорят, что у центра Земли 6650 градусов Цельсия. Так что вы можете представить, что жар, который придется терпеть вечно. Это ужасающе. Время в аду проходит без цели и смысла. Там абсолютно нечего делать. В книге «Экклесиас 9.10» говорится, «В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». В 87-м псалме говорится, что ад — это страна забытых. В аду нет отдыха, но там тоже нужен сон, как здесь. Но там нельзя спать. Представьте, как это не поспать одну-две ночи тут. В аду же никогда не придется больше спать. Тело устает до смерти. В книге Откровения 14.11 говорится, «И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Так что там не только пытки, но нельзя физически отдохнуть. В 126-м псалме говорится, что Бог возлюбленному своему дает сон. Так что сон для его возлюбленных «А там ты не являешься его возлюбленным». В послании Якова 1.17 говорится, что все совершенные дары и добрые даяния нисходят от Бога. Ад не имеет хороших даров Бога. Вы не дышите, у вас нет свежего воздуха, нет солнечного света, нет никаких дружеских отношений с кем-либо, и вы никогда не будете снова с людьми. Вы отделены от людей. Хотя там есть люди в огне, но они отделены от вас. Нет общения, не придется больше никогда общаться. Все эти удовольствия – дары Господа. Бог дает все, чем мы можем наслаждаться. Но когда из уравнения исключается Бог, как в аду, то нет ничего хорошего там. Вы не спите, не едите, ужасающий запах, нет воздуха. В 42-й главе Исаии говорится, что Бог дал дыхание людям на земле, но не говорится, что под землей. Я знал, что нахожусь глубоко под землей. В 49-ти местах Библии говорится, что ад находится под землей. Откровение 20.14. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». В послании к Ефесянам 4.9 говорится о том, что Иисус не сходил в преисподние места земли. В 16-й главе от Луки говорится о великой пропасти между раем и адом. У Иезекииля 26.20 тоже об этом. Об этом много говорится в Библии. Каким-то образом я знал, что нахожусь примерно на 6 тысячах километрах вглубь земли. Диаметр земли около 12 тысяч, радиус около 6 тысяч, так что я был близко к центру земли. Я не знаю, откуда я тогда это знал, но я знал, что нахожусь именно так глубоко. Эта яма огня была чуть более полутора километров в длину, но также были отдельные маленькие ямы с огнем вокруг большой ямы. Люди были и в этих отдельных ямах. В аду есть также темницы. Некоторые люди в темницах, некоторые в ямах с огнем, некоторые в озере огня. В аду есть разные места, разной степени тяжести мух. Не все получают одинаковые муки или наказания. Об этом также есть в Библии. От Матфея 23.14. Зато примите тем большее осуждение. От Луки 10.12. Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. В 12 главе от Луки говорится о больших и меньших ударах. В 10 главе послания к евреям говорится о более тяжелом наказании. От Матфея 23.15. Делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Есть много места на наказаниях, и ни одно из них нехорошо. Все они плохи, каждый уровень. Нет ни одного хорошего места в аду. Когда я был там, внизу, я подумал о своей жене. Я подумал, что никогда не увижу ее снова. Никогда не выйду. Она никогда не узнает, где я. Она никогда не сможет найти меня. И я никогда не смогу выйти. Эта мысль для меня была настоящей пыткой жить с этими мыслями вечно. Что она никогда не узнает, где я. И я никогда с ней не увижусь. Она не узнает, что со мной случилось. Это было ужасно для меня. Так что еще одно, что приходится терпеть там, это то, что ты отделен от любимых. Я думал о людях на земле. Я понимал, что там наверху целый мир. Но люди здесь, наверху, не понимают, что внизу тоже находится целый мир. Большинство этого не понимает, что миллионы людей там внизу, живших когда-то наверху. Они все там подвергаются пыткам. Они жили на земле, как мы с вами. Ходили, имели семьи. А теперь они навечно потеряны в аду. И они никогда не увидят в своей семье ни одного человека. У меня была мысль всего на секунду. Я хотел выпить хоть каплю воды. Вода была так драгоценна. Я хотел всего каплю воды. Вода была такой необыкновенной там, как говорил тот богач. Теперь я очень высоко ценю воду. И я, и моя жена, вы знаете, носим воду везде, где я хожу. У меня бар дома. Я собираю воду со всего мира. Если вы не любите воду, вам придется ее полюбить. Когда моя жена дала мне стакан с водой, мне показалось, что это была сама жизнь в этом стакане. Вода означает жизнь. Об этом сказано в книге Откровения 21.6. Для меня просто чудом было смотреть на воду и думать, в ней жизнь. Воду нет жизни. Так что нет и воды. В 9 главе Захарии говорится, «Я освобожу узников твоих из-за рва, в котором нет воды». Вода так драгоценна. Я даже пить захотел. Как я говорил, я подумал обо всех, кто наверху на земле, и подумал, что нет выхода из этого места. Абсолютно нет выхода. Нельзя выйти, чтобы не случилось. Там я понял, что такое вечность. Здесь нельзя толком понять вечность. Здесь время имеет начало и конец. И есть линия времени. Но в духовном мире вечность понятна. И я мог понять, что буду там вечно, и никогда-никогда не выйду. Муки, которые там приходится терпеть, ужасны. Но самое плохое, что вы никогда не выйдете. Вы будете страдать вечно. Перед тем, как я перейду к хорошей части истории, встречи с Иисусом, я хочу, чтобы вы посмотрели трехминутное видео, которое мы смонтировали с Мэри Катрин Бакстер. Мы с ней посмотрели голливудские фильмы, чтобы найти хоть что-то похожее на ад. Для Голливуда это, конечно, лучше не бывает, но все равно очень-очень далеко от того, как ад выглядит на самом деле. Мэри видела бегущую женщину с духом ужаса, преследующим ее вечностью в аду. Я не знаю, откуда у этой женщины были силы бежать, ведь я был без сил в аду. Но есть много вещей, которые я не видел там. Ад – огромное место, и Бог показал мне лишь часть его. Вы увидите людей, висящих на крестах. Мэри говорила, что это люди, которые оскорбляли крест. Они повешены на крестах навечно. Надеюсь, этот ролик даст вам небольшое представление. Он всего трехминутный, потом мы вернемся к хорошей части моего свидетельства об Иисусе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Некоторые около двух, а некоторые около четырех метров. Огромные. Еще были змеи, пауки и черви. Все, чтобы вы возненавидели. Любое гротескное, уродливое существо там было. У них всех есть знания, кто ты, и ненависть к тебе. По какой-то причине они тебя дико ненавидят и хотят пытать тебя. Но они все были прикованы к стенам пещеры. Я не могу объяснить, почему так. Я был этому рад. Так как они не могли меня достать. Как я уже сказал, они все там деформированы, изломаны, никакой симметрии, уродливы, и от каждого исходит зло. И повсюду ползают черви. Иисус говорил, червь их не умирает, и огонь не угасает. Он сказал, их червь, то есть черви, которые на человеке. Это интересно, потому что если умрет животное и будет лежать на краю дороги, и вы увидите червей в нем, я знаю, это грубо звучит, но черви умрут лишь тогда, когда тело будет съедено. А Иисус говорит, их червь не умирает, потому что их тело никогда не уничтожается. Оно продолжается вечно, и черви едят людей тоже вечно. Огонь сжигает их вечно, но никогда не уничтожает. Как горящий, несгорающий куст, который видел Моисей. Ты не уничтожаешься в аду, но они продолжают есть тебя. Это ужасно. Все эти существа, я думал, кто сможет сразиться хоть с одним из них? Никто. Посмотрите на размер. И такая дикая злость и ненависть к людям. Они ненавидели меня. Это невероятная ненависть. И поношение Господа. В 105-м псалме говорится, «И предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими». Здесь говорится о том, как Бог отдал Израиль в руки язычников. Проклятие, бывшее на них, это то же проклятие, что и в аду. Вы отданы демонам, которые ненавидят вас и будут там вашими угнетателями. И вы ничего не сможете с этим поделать. Бог создал нас, людей высшей формы жизни. Мы трудимся, учимся, а там мы вынуждены подчиняться существам, которые являются низшей формой жизни, и они угнетают вас. Подумайте, как это отвратительно. Они ненавидят людей, умеют только пытать и могут пытать вас вечно. Подумайте об этом. Как это ужасно. Вы не можете есть, дышать, спать, вы горите в пламени, вас пытают, и все это нужно терпеть вечно. Когда я начал подниматься по этому тоннелю, настала кромешная тьма, потому что я отлетел от ямы огня, которая давала небольшое освещение. Настала тьма, и я был очень испуган, думая, что я там навсегда. И вдруг, неожиданно, появился яркий свет. Это был Иисус. Он появился, и я упал к нему в ноги. Я не видел его лица. Я видел яркий свет и силуэт человека. Супер яркий, чистый, белый свет. Я просто упал к его ногам, и все, что я хотел делать, поклоняться ему. Я ничего не хотел, я просто хотел быть благодарным ему. Секунду назад я был потерян навсегда, и он дал мне вспомнить, что я христианин, и что я не обязан попасть в ад. И переход за одну секунду от ада к нему, это было чудесно. Я не могу описать, как это, быть в его присутствии, таком мощном и великом, быть с Иисусом. Я просто упал ему в ноги и лежал. Не знаю, как долго. Он тронул меня, и я сказал, «Иисус!» Он сказал, «Да, это я». И я уже знал это. Некоторые спрашивают, «Откуда ты знаешь, что это был не дьявол?» Его присутствие так оглушающее, что нельзя ошибиться. Он так велик, спокоен и любящ, и все прекрасные вещи в нем. Я постараюсь это описать. Я упал к нему в ноги, как будто мертвец. В Откровении 1.17 говорится, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Он потрогал меня, и я ожил, и у меня в голове стали появляться мысли». Он стал отвечать на мои мысли, хотя я не хотел ничего спрашивать. Я подумал, «Зачем он послал меня в это место?» И он сказал, «Потому что многие люди не верят, что ад существует. Даже мои преданные не верят, что ад реален». Эти слова меня обескуражили, но я знаю многих христиан, которые не верят в ад. Они либо верят в то, что души грешников будут аннигилированы, то есть уничтожены после смерти, либо в то, что все души выйдут из ада и соединятся с Богом. Многие христиане говорят, что они будут рождены вновь, что они любят Бога и не верят в ад. Это невероятно. В 2002 году была статья в Лос-Анджелес Таймс под названием «Бойтесь огня и серы». Они опросили многих пасторов, и никто не учил Аббаде, кроме Рея Комфорта. Они говорили, «Ад — это устаревший архаизм, мы в него не верим. Мы знаем, что это отделение от Бога, вот и все». Так что церковь не говорит и не учит Аббаде, и многие не верят в него. Поэтому Господь сказал, «Иди и скажи им, что ад реален, и я не хочу, чтобы кто-либо пошел туда. Иди и скажи им». И я просто сказал про себя, «Да, конечно, я пойду». Я не раздумывал и секунды. Я подумал про себя, «Боже, почему эти демоны так ненавидят меня?» Господь ответил, «Потому что они ненавидят меня, а ты сделан по моему образу». «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». «Евангелие от Иоанна, 15-18». «Они ненавидят Бога, но ничего ему сделать не могут, но могут вредить его творению. Вот что они хотят делать. Эти демоны хотят делать нам плохо». И я подумал, «Господи, почему ты выбрал меня?» И я не должен был так думать, потому что это высокомерная надменная мысль. Если генерал выбирает солдата, тот не должен спрашивать, «Почему я?» Я наименее, по-моему, гожусь для этого. Я не мать Терезы, неизвестен, не кто-то важный. Я даже лето не люблю, так что жара мне была неприятна. Я люблю порядок, чистоту. Я их фанатик. Ад — это антитеза. Он грязен, отвратителен. Там ужасный запах, ужас. Так что я для этого не годился, по-моему. Господь сказал, «Скажи людям, я приду очень-очень скоро и повторил это и сказал еще раз, «Иди и скажи им, что я не хочу, чтобы кто-либо из них попал в ад». Я спросил, «Господь, почему я не знал тебя в аду?» Он ответил, «Потому что, если бы ты знал меня, ты бы имел надежду, а я хотел, чтобы ты испытал то, что чувствуют там они, безнадежно пропали навечно. Никогда не выйдут. Пытки там ужасны. Но вы не представляете, что такое быть в безнадежной ситуации». Даже люди в концентрационных лагерях имели надежду, что они умрут. Но вы не можете умереть в аду. Вы не можете выйти. Вы никогда не выйдете. Вы можете представить себе, какой ужас быть там вечно. Это то, что ваш ум не сможет понять. Вот почему мне так тяжело и трудно объяснить вам, насколько там ужасно. Я цитировал и Изакеиля, и Анна, и других. И я не сравниваю себя с ними. Мне до них далеко. Я просто цитирую Писание, которое говорит, что это было. Мы стали подниматься над поверхностью Земли. Мы все еще были в тоннеле, даже над землей. Я не видел воронки тоннеля, но он был вокруг нас. И мы поднялись еще выше и вышли из тоннеля. Мы были в глубоком космосе, и Земля была просто шариком. Это снова звучит как фантастика, я знаю, но это правда. И когда мы вышли в космос, было просто феноменально видеть мир, висящий ни на чем. В книге Иова 26.7 говорится, «Он распростер север над пустотой, повесил Землю ни на чем». И вы видите это. Это чудесно. Вы не можете поверить, что Земля просто висит там и поворачивается так идеально. Господь позволил мне на некоторое время испытать Его силу, почувствовать часть Его силы. Я мог почувствовать, как Он контролирует все, просто кусочек, который Он дал мне попробовать. Потому что я видел обширность мира и все звезды и планеты. Он контролировал каждую из них, а их было миллиарды. У каждой свое имя, и Он знает все, что происходит везде. Это было просто потрясающе. Чувствовать, какая у Него сила, контролировать все это. Земля вращается со скоростью 1600 км в час. Так идеально. Вода не выливается на сушу. Я смотрел на океан, Господь удерживал его от движения. Он мог вылиться всего немного и уничтожил бы многое. Но Бог держит воду на месте. Он понимает каждую мысль человека. Каждая птица летит по его воле. Он знает каждый волос на твоей голове. И все это всплыло у меня в мозгу. У меня пронеслись эти мысли. Это невероятно. Он контролирует все. Нет ничего, чтобы Он не контролировал. Мы иногда можем думать, что Бог не услышал молитву, но Он не пропускает абсолютно ничего. Он имеет полный контроль над всем. Затем Он дал мне почувствовать часть Его любви. До этого я видел демонов, какие они были сильные. Но когда мы стали вылетать из тоннеля, эти демоны стали похожи на муравьев на стене. Я не знаю, правда ли они стали такими маленькими или казались маленькими в присутствии Иисуса. Я подумал, Господи, они были такими большими, и я так боялся их. А сейчас они ничто. И Он сказал, всего лишь сказав Мое имя, заставишь их исчезнуть. И это было как «Вау! Слава Всевышнему Богу!» В аду эти существа пытали меня, и я подумал, «Господи, сотри их в порошок!» Власть и сила, которую Он дал нам над демонами, велика. Мы совсем не должны их бояться, если мы знаем Иисуса. Но без Иисуса вы для них не противник. Он дал мне посмотреть обратно в тоннель, и я увидел людей, падающих один за другим в тоннель, откуда я только что вышел. Я увидел и подумал, «О Боже! Они все падают туда, откуда я вышел!» Он дал мне почувствовать часть того, что Он чувствует по поводу людей, попадающих в ад. Это причиняло Ему сильную боль, и я не мог вынести того, что Он чувствует. Я попросил Его прекратить, «Останови, останови это, Господи!» Я не мог почувствовать боль, которую Он чувствовал. Он плачет по каждой душе, попадающей в ад. Это не Его желание для кого-либо идти в ад. Ад был сделан не для человека, а для дьявола и его ангелов. Но человеку дан выбор, и уже через секунду после смерти поздно что-либо менять. Он дал мне почувствовать Его чувства, и, как я сказал, мне пришлось попросить прекратить. Это было великим переживанием, чувствовать, насколько сильно Он на самом деле любит нас. Когда я был у Его ног, я подумал, «Господи, что, если бы Ты не пошел на крест?» Тогда бы мы все были в аду. Но из-за того, что Он был распят, мы не должны идти в ад. Я так благодарен Ему за то, что Он сделал для нас. Я хотел продолжать смотреть на Землю сверху. Это было величественно. Когда я был маленьким, я хотел увидеть Землю из космоса. Я хотел стать космонавтом. И я верю, что Бог помнил эту мою мысль. Это было желанием моего сердца. Так что я мог видеть Землю из космоса. Он помнил это, и я думаю, что это чудо. Это было желанием моего сердца. Если Он помнит такую маленькую вещь, насколько более важные вещи Он может исполнить, если мы просим. Было величественно наблюдать Землю из космоса. Мне жаль, что вы не видели. Мы вернулись очень быстро в Калифорнию и подлетели к дому. Когда мы влетали, я подумал, мы пересекаем атмосферный барьер. Нужно пересечь его под углом, иначе сгоришь. Я знал, что мы преодолели этот барьер и подумал, ничего себе, ему так легко удалось его преодолеть. Звучит глупо, думаю. Это пример, чтобы показать, что вы продолжаете там думать, что ваш разум работает, и вы — это вы. Когда мы вернулись в Калифорнию, я увидел свое тело на полу. Господь дал мне почувствовать слова из послания Якова 4.14, «Жизнь как пар». Я смог увидеть жизнь как легкий пар. Я на самом деле увидел поднимающийся пар как над чайником и подумал, вот наша жизнь. «Сто лет, или сколько мы тут живем, вот так быстро проходит». Я был потрясен тем, что увидел, что есть наша временная земная жизнь по сравнению с вечностью. А здесь мы думаем, что жизнь велика. Она так краткосрочна, она ничто по отношению к вечности. Но то, что мы здесь делаем, чем занимаемся и как живем, имеет определяющее значение, где мы будем проводить вечность. Это тяжело все объяснить. Просто представьте свою жизнь как мимолетный пар и подумайте, я должен выйти и делать то, что Господь говорит мне делать. У нас не так много времени. Время нашей жизни невелико, но оно совсем коротко по сравнению с вечностью. Мы подошли к моему телу. Я не хотел, чтобы Иисус уходил. Я весь как бы говорил, «Пожалуйста, не уходи». Но через нос или рот я вернулся обратно в мое тело. Сразу после его ухода ужас вернулся в мой ум, память об Аде. Невозможно жить с этими воспоминаниями, с этим ужасом. И я понял, что мое тело умирает. Я знал, что я умру, что ужас убьет мое тело. Я чувствовал, что мое тело умирает, и кричал. Я не понимал, где я и что происходит. Моя жена молилась около 20 минут, и тогда я стал осознавать, я вернулся, я не в аду. Я был так рад вернуться, но все еще сильно переживал это событие. Я сказал, молись, чтобы Господь убрал это из моего ума. Мое тело умирает. Она молилась, и в секунду это ушло. Так что Господь, к счастью, оставил память, но убрал ужас. И тогда я стал успокаиваться. Но все равно мне понадобилось около года. Целый год, чтобы оправиться окончательно. Даже несмотря на то, что Господь убрал ужас, понадобилось около года. Я чувствовал себя изломанным. Я знал, что Библия говорит об Аде, но когда ты там побываешь, и начнешь с кем-нибудь говорить, а Он тебе отвечает, «Я не верю в Иисуса, не верю в Библию», то просто хочется удавить Его. Хочется выбить из Него это и сказать, «Ад реален, и ты туда попадешь, если не проснешься». Я был в невменяемом состоянии целый год, и Мэри Катрин Бакстер мне об этом говорила, что так и будет. Ты будешь в невменяемом состоянии, пока не успокоишься. Ты не сможешь спасти каждого. Я хотел свидетельствовать всему, что двигалось. Это хорошо, я думаю, но необходимо иметь самообладание. У Господа есть предназначение для каждого из нас. Лично мне Бог повелел идти и свидетельствовать людям, потому что Его желание в том, чтобы никто не попал в ад. Никто. Здесь нет ни одного человека, который должен туда идти. Но это ваш выбор. Я хочу поделиться с вами несколькими историями. У меня есть очень много историй, которые подтверждают мой опыт. Я хочу две небольшие вам рассказать. Однажды мы пошли в церковь в Сакраменто. Это была русская церковь. Там было пять тысяч человек. И я просто стал свидетельствовать перед огромной толпой людей. В конце ко мне подошел старик с тростью, указал на меня и сказал, «Люди, это тот человек, о котором я вам говорил». Он был старейший на церкви, и все просто сошли с ума, стали хлопать, кричать и взбудораженно вести себя. После этого мы спросили, что это было. Оказалось, что он был на Второй мировой войне. Он был русским евреем и был убит в Аушвитсе. Он не был христианином. После того, как его убили, он попал в ад. Но Господь дал ему второй шанс для свидетельства людям, и он написал книгу о своем опыте в аду. Он сказал, что молился Господу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пришел, чтобы подтвердить то, что он видел в аду. Поэтому он сказал, «Вот этот человек». Это было в 1944 году. Столько времени прошло. Но 60 лет спустя его молитва была исполнена. Для меня было уроком смирения ответить на его молитвы. Я подумал, «Господи, это чудо!» Один пастор послал одной женщине мою книгу и диск с записью моего свидетельства. Когда она слушала диск, ее сын вошел в комнату. До этого он пробыл в тюрьме около 20 лет. Он был наркоманом и никогда бы не стал слушать ничего о Библии. Но он сел и стал слушать диск. Под конец он упал на колени и сказал, «Я должен быть спасен». Он признал Иисуса Господом и Спасителем своей жизни. Она была в восторге, что ее сын после 20 лет от такой жизни будет спасен. Но 6 часов спустя он умер во сне. Он собирался идти в церковь, сказал, «Я собираюсь свидетельствовать, что Господь спас меня. Я поменяю свою жизнь. Я теперь христианин». Он был так рад, но наркотики убили его тело. Он рано ушел. Но его мать была так потрясена, что он был спасен до своей смерти. Вот что важно. Люди спасаются через это. Вы можете слушать это сейчас и говорить себе, «Я достаточно хороший человек. Я не должен попасть в ад. В общем, я хороший человек». Вы можете быть хорошей в сравнении с самим собой. Но вы не должны сравнивать себя с самим собой. Никто из нас не сравнивается с собой. Мы должны брать пример с Господа. Его стандарты намного выше наших. Его стандарты идеальны. Он говорит, что если вы хоть раз соврали, вы должны быть в озере огня. И если вы сделали прелюбодеяние или имели мысль про это, это грех. Если вы украли в жизни хоть одну вещь, то вы без сомнения вор. И не можете идти в рай. Так что мы все попадаем под проклятие ада. Мы все неизмеримо далеки от святости Господа и Его стандартов. Это сравнимо с тем, как женщина увидела баранов на горе, и они ей показались чисто белыми. А на следующее утро она увидела этих баранов на снегу, и они оказались рябыми и пятнистыми. Если вы сравните себя с Богом, то вы не настолько хороши. Наша праведность для Него, как запачканная одежда. В 15 главе Иова говорится, тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Так что вот, как мы выглядим перед Господом. Нечистыми. Вы должны быть абсолютно точно уверены, что ваше имя записано в книге жизни. Я процитирую вам три места из Библии. Апостол Павел писал о вечной погибели, которая ждет тех, кто не познал Бога и не покорился Евангелии у Господа нашего, Иисуса Христа. В 3 главе от Иоанна говорится, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». В 20 главе книги Откровения говорится, «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Уверены ли вы, что ваше имя записано в книге жизни? Насчет этого нужно быть абсолютно уверенным. Вы не должны иметь даже йод и сомнений, потому что вы не знаете, как долго будете жить. Возможно, вы не будете жить очень долго. Поэтому вы должны быть точно уверены. Если здесь есть тот, кто абсолютно точно не уверен, что его имя записано в книге жизни, я хочу, чтобы вы серьезно определились, подняли руку и сказали, «Я не знаю, не знаю наверняка. Я не знаю, на самом ли деле я раскаялся в своих грехах, потому что Иисус сказал, что нужно покаяться, потому что если не покаетесь, то погибнете». Если вы не знаете, каялись ли вы когда-либо и просили ли Иисуса стать Господом в вашей жизни, я хочу, чтобы вы подняли руку и просто сказали, «Я признаю, я не принимал Иисуса на самом деле и не раскаялся. Я не знаю, есть ли мое имя в книге жизни». Поднимите руки. Спасибо за вашу честность. Я вижу ваши руки. Слава Господу! Вам нельзя давать аду ни одного шанса, потому что он реален. Вы можете думать, что я сумасшедший, но Библия так говорит. Ад намного хуже того, что было показано в трехминутном фильме. И ад длится вечно. Когда вы едете в Европу, вы узнаете все об отелях, экскурсиях, проводите так называемую разведку. Но как люди проводят разведку того, куда они попадут навечно? Нужно это знать. Так что я прошу вас, не оставляйте это, пока вы не будете абсолютно точно уверены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!